В Кемеровской области объявлено чрезвычайное положение. 25 марта в центре Кемерова загорелся торговый центр Зимняя Вишня. Уже почти сутки Министерство по чрезвычайным ситуациям пытается остановить пожар, однако отдельные очаги возгорания еще не были потушены. Я имею ввиду, которые обратились и говорят, что они не могут связаться со своими там детьми или взрослыми людьми, которые по их данным находились в этом торговом центре. На данный момент сейчас здесь работает 288 человек, 62 единицы техники. Работает отделение ВГСО привлечены, аэромобильная группировка. Принимаем все меры к тушению пожаров. Как сообщают жители Кемерова, торговый центр Зимняя Вишня не был популярным местом у горожан, но в это воскресенье многие школьники совместно с учителями отмечали начало весенних каникул. Большинство жертв были обнаружены в кинозалах, расположенные на последнем четвертом этаже. Считается, что очаг возгорания был именно там. Большинство посетителей кинотеатра – дети, которые пришли посмотреть мультфильм. В здании не сработала пожарная сигнализация, а также не была использована система громкоговорителей для организации эвакуации посетителей. 26 марта МЧС заявило о 64 погибших, среди которых есть дети. Еще больше людей числятся пропавшими без вести. От таких страшных событий никто не застрахован. В марте 2015 года в Казани произошла похожая ситуация. Загорелся торговый центр «Адмирал». В результате пожара тогда погибли 17 человек, а двое пропали без вести. Следственные органы обязательно найдут виновных. Уже возбуждено уголовное дело. Но в таких чрезвычайных ситуациях многое зависит от действий самих людей. Первое, я считаю, что всегда самое главное – это не паниковать. Во время инструктажа, когда первокурсники и студенты к нам приезжают, я всегда говорю, что, приходя в новые здания, в новый торговый комплексный центр, необходимо посмотреть. Везде сейчас есть фотолюминсценные планы эвакуации. Даже при пожаре, в дыму они 24 часа светятся. И вот по этим зеленым стрелкам можно спастись, найти вот эти основные эвакуационные выходы. Самое опасное – это, конечно, окис углерода, угарный газ. Вот чтобы этого не произошло, нужно лицо накрыть, кроме глаз, или платком, или шарфом, намоченной водой. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате этой трагедии. Олег Кашин, Универньюз.